Добрый вечер, дорогие друзья! Вечерний разговор с Сергеем Скрипником начинается. Сегодня у нас в гостях, я скажу так, знаменитый адвокат Анна Урсаки. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. То, что я сказал, так чуть-чуть пафосно, ничего? Ничего. Но потому что вас уже каждый второй человек знает в Молдавии. Ну, это, наверное, мечта любого адвоката. Хотя, честно вам сказать, я не гонюсь за славой. Так произошло. И, наверное, это уже вот удел мой такой. Заниматься уже очень много лет теми делами, которые так или иначе оказываются злободневными для общества. В этом, видимо, заключается какая-то доля известности. А в остальном я обычный солдат того невидимого войска. Потому что, поверьте, на правовом поле мы ведем бой скрытый от того, что происходит на митингах, протестах, журналах, газетах. И я считаю себя больше бойцом вот того, так скажем, невидимого юридического фронта. Вот так. Невидимый юридический фронт, который борется с тем, что называется у нас законом. Именно. Поясняю. Закон, который не исполняется. Или трактуется. Ну, как говорится по-русски, куда дышло не повернешь. А дышло у нас поворачивать всегда против логики, фактов, действия. Вы знаете, я вот порвалась возразить вам, как это мы боремся с законом. А я добавил. И вдруг поняла, что вы правы. Даже, больше скажу, в последнее время закон борется с нами. Закон борется с теми, кто хочет направить... Закон в правовое русло, будем так говорить. Ну, а как можно сказать? Направить в нужное русло, потому что иначе, как правовом, оно быть не может. Направить в нужное русло в течение всех дел, которые проходят в судебных инстанциях. Для того, чтобы... Вы знаете, у меня сложилось впечатление, что в последнее время люди уже в очереди стоят за уголовными делами. И в судах кипит жизнь гораздо насыщеннее, чем в обществе. А так не должно быть. Суд – это крайняя мера. Суд – это исправление какой-то ситуации, которая чрезвычайная. А мы перенесли просто всю свою жизнь в суды. Мы стали сутяжниками. Все общество судится, все общество отвоевывает что-то. Всех преследуют. Преследуют за идеи, преследуют за свободу слова, преследуют за какие-то бизнес... Экономические блага, будем говорить. Экономические блага. Преследуют потому, что кто-то решил, что он может это делать ввиду наличия определенных политических либо финансовых возможностей. Преследуют по таким основаниям, по которым никогда, нигде, ни в одном кодексе правовом не будет прописано. И вот это грустно. Вот это и называется тем, что закон сейчас стал преследовать людей. Хотя на самом деле люди должны были преследовать просто букву «закон», все было бы хорошо. Я неисправимая оптимиста, тем не менее, я думаю, что... Я это заметил. В один прекрасный день, все будет прекрасно. Все будет прекрасно в этой стране. В один прекрасный день. Вот мы ждем этого светлого и прекрасного дня, в котором закон приобретет свою форму не борьбы с гражданами Республики Молдова, а защиты их прав. В первую очередь. И вот тут-то вопросики появляются сразу. Вот закон. У нас закон, уголовный кодекс, административный кодекс. Ну, очень много. Очень хорошие есть статьи. И я всегда задаюсь, как когда-то, получив образование юридическое, вопросом. Почему за одно и то же преступление у нас люди получают условные сроки, а другие люди получают сроки пребывания в местах лишения свободы? На чем это основано? На вашем опыте адвоката? Если вы спрашиваете адвоката, адвокат вам скажет, что в уголовном кодексе, в его общей части, есть ряд статей, которые обязывают судью индивидуализировать подход к наказанию. Либо само наказание, учитывая характер деяния, личность человека, который преступил закон, степень его виновности, смягчающие, отягчающие обстоятельства и прочие, ну, наверное, немного скучные для нашего с вами зрителя. Но сейчас мы перейдем к самому интересному. Поэтому с точки зрения того, что иногда к одному и тому же преступлению применяются совершенно разные меры наказания, адвокат не может усматривать ничего странного, потому что все это лежит в области индивидуализации, которая применяется касательно каждого случая в частности. Однако правозащитник и гражданин во мне расскажет вам немножко иное. К сожалению, та самая индивидуализация, которая положена по закону и которая строго регламентируется определенными принципами уголовного судопроизводства, в последнее время стала просто палкой для битья в руках судей, которые в свою же очередь не свободны и превратились в какие-то палочки в руках других, так скажем, актеров. И с тех пор, как наша юстиция не свободна, с тех пор, как судьями управляет незримая сила, и эта сила злая, это плохая сила, с тех пор, как каждый из тех судей, который счел для себя правильным, либо не нашел в себе возможности оставаться в правовом поле и перешел просто на сторону коррупции и полностью порабощения судебной системы, эту индивидуализацию уже судья, будучи в свою очередь инструментом кого-то плохого, использует, конечно же, в плохом толковании. Иначе говоря, или приближаясь к каким-то конкретным примерам, в любом из толкований уголовного преступления при вынесении приговора судья будет руководствоваться не личностью и характером деяния, а тем самым, значит, звонком, либо иначе, иным образом спущенным сверху приказом о том, чтобы человека уничтожить, либо его помиловать. И вот так вот рождаются прецеденты, которые будоражат общество, которые заставляют нас не верить в юстицию и подняли уровень недоверия граждан к судебной системе уже на 80%. Это критически. Эту цифру, кстати, я беру не с потолка. Существует в Совете Европы комиссия по мониторингу над всеми странами, которые находятся на том же этапе, на котором мы, то есть перед вступлением или перед вероятным подписанием соглашения о вступлении в ВИАС. И согласно этой мониторинговой комиссии, этот рапорт был подписан, если я не ошибаюсь, 18 июня 2015 года, то есть этим летом. Уровень коррупции и индекс недоверия граждан к нашей правовой системе находится в районе 80%. Ну и там же и сказано, при таком уровне недоверия к государству, государственным органам, органам юстиции, ну и так далее, что входит, это означает грань потери независимости самой страны, государственности в данном случае. Абсолютно согласна. Это сказанное имя, не мной, и я с ними полностью тоже согласен. От судебной власти зависит все. Наверное, любой профессионал, смотрящий сейчас нашу передачу, он тоже скажет, врач скажет, нет, от здравоохранения все зависит, потому что во здоровье нации. Кто-то скажет, нет, все зависит от того, как мы будем, я не знаю, там, культивировать почву и развивать экологию, потому что от этого тоже зависит жизнь и здоровье нации. Я же, как юрист, скажу вам, что от юстиции зависит практически все. От юстиции зависит здоровье того строя экономического, политического, финансового, правового. И развития государственности, которая связана с той же медициной, земледелием, авиацией. Абсолютно. Все, что хочешь. Абсолютно. И вот здесь обидно. 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 И исходя из того, что мы начали с вами обсуждать, почему существуют двоякие толкования, и одно и то же преступление трактуется по-разному и назначаются разные сроки наказания, точно то же самое можно сказать по поводу двояких трактовок и других гражданско-процессуальных норм, допустим. Потому что в одном случае тот же самый гражданский закон толкуется в пользу кого-то, и в таком же случае он трактуется не в пользу другого. Это самый манипулируемый. Это экономические суды. Экономические суды. Вот и экономические споры. А я хочу к уголовному. А к уголовному? Вот я вам скажу, та волна изнасилования, которая произошла в республике Молдова, да, в Котовских фенчештах. В Аргееве, да. Скажите, пожалуйста, подходы судов и судьи к трактованию прямых фактов, да, насилия прямого, который ведет к условным срокам, это не подозрение в коррупционных каких-то возможностях данных людей. При том, что некоторые продавали дома для того, чтобы пропали случайно дома у родственников, да? Или мальчика изнасиловали, два старшеклассника изнасиловали мальчика. Почему эти старшеклассники оказались на свободе? Как? Как насильники у нас оказываются на свободе? А теперь человек, который защищал свое имущество, и которому ворвались домой в масках, при этом начали его грабить, и он застрелил одного, ранил другого, и против него возбуждают дело по статье «Неосторожное обращение». Это что за глупость? Вы знаете, есть один очень важный критерий, который должен присутствовать, он неотъемлем для здорового судопроизводства. Это нравственность. У нас исчезла потеряна нравственность. И если этот критерий просто отсутствует, он выключен как лампочка в мозгу у судей, то все. Здесь будет срабатывать коррупция, здесь будет срабатывать самая страшная банальная глупость человеческая, и она будет рождать вот такие вот опасные прецеденты. Я еще помню те славные времена, когда, ну действительно, начиная, видимо, с первого дня, как наша страна условно называется независимой, а вот 25 лет как, в юстиции большого порядка не было. Мы переживали весь этот кризис, одновременно с кризисом в стране, юстиция, конечно же, хромала. Однако, вместе с теми профессионалами, которые еще достались нам с тех времен, вместе с людьми, которые заканчивали серьезные советские университеты, Харьковский юридический университет, Ленинградский университет, Московский, вместе с теми профессионалами, которые приехали уже после 90-х лет, окончившие румынские серьезные вузы, еще сохранялась возможность судить по праву и по совести. Вот что исчезла сейчас полностью, совесть. Потому что я действительно помню те времена, когда было табу, что угодно могло произойти, даже слегка в определенном, так скажем, около коррупционном плане, давайте так помягче выражаться, но никогда никто не шел ни на какой компромисс по убийствам, по изнасилованиям, по разбойным нападениям. А где в мире идут на компромисс? Никогда по таким преступлениям судей не шли ни на какой компромисс. Потому что они тяжкие не только с точки зрения того срока наказания, который положен по закону, они тяжкие с точки зрения моральной, вот именно той нравственности, о которой я говорила. И не существовало случаев, либо если они были, то они были скандальными, они были видны, знаете, как пятна на белой скатерти. Не существовало массового, такого наглого отношения к делам, в котором четко присутствует нравственная составляющая. Примерно с 2005 года, после той самой знаменитой воронинской чистки, когда очень многих профессионалов отправили подставку, убрали. Я многих знаю. И очень много людей, разочаровавшись, просто предпочли не ожидать того дня, когда их выметут из системы, а сами достойно сложили полномочия и ушли. И вот после этого началось просто вынесение приговоров, которые несопоставимы ни с чем, ни с логикой, ни со здравым смыслом, с совестью, тем более я уже не говорю про простую норму закона. И думаю о том, что если живы были бы такие, судя, как Болосюк, Чурсин, суди апелляционной палаты в то время трибунала, что никогда бы такого не было, что если бы не ушли на пенсию такие, судя, как Стротан, Георгий, многие другие, они не позволяли. В их времена это было просто невозможно. Поверьте, тоже существовала коррупция, тоже было телефонное право. Ведь все, весь этот бардак, который сегодня не в таком, не в таком. Даже спорить с вами не буду. И здесь в данном случае, вы знаете, меня что беспокоило? Конечно, я возмущен, я и как общество было возмущено этими фактами. Но здесь же есть скрытая составляющая, при которой теперь, а мы знаем, в селах это изнасилование женщин, пожилых, детей происходят, и люди не обращаются. Боятся просто. Вообще, то, что касается сел, статистика там вообще ужасающая. Дело в том, что у нас, как новое веяние, видимо, новых этих черных времен, появилось понятие домашнего насилия. То, что происходит в селах, это сплошь и рядом ситуации, связанные с домашним насилием. Женщины бесправны, женщины не обращаются, потому что они... Не имеют защиты. Они просто не имеют защиты. И здесь речь не только о том, что полицейский, либо прокурор напрочь продажный, или, в общем, клятый коррупционер. Вы знаете, он еще и непроходимо туп. Сельский полицейский и прокурор. Да, я вот беру на себя ответственность за эти слова. Непроходимо туп. Жестко вы к ним подошли. И это люди, которые, я не знаю, новая катаформация, новое поколение, которые пропустили, прогуляли просто какие-то вот большие куски, части семинаров по уголовному праву, по уголовному процессу, если брать, опять же, мы говорим о уголовных делах. Люди, которые не знают, как правильно применять процедуру. Из-за своего незнания он просто закрывает дверь, условно говоря, от полицейского участка перед половиной жалобщиков, потому что он как эту ситуацию разрушить, не знает. Сесть на велосипед и поехать, сделать осмотр места происшествия, когда украли там, не знаю, мешок картошки в огороде, это он умеет. А правильно оформить документы или правильно сделать осмотр места происшествия в случае серьезного преступления он не может. А ведь изначально правильно осмотренное место происшествия, это и есть залог успешного раскрытия дела и, как следствие, наказания виновного. Потому что я не могу не согласиться с тем, что наличие процессуальных нарушений ведет к прекращению дела. И вы знаете, очень часто, да, он виновен, но если серьезные нарушения в деле или на этапе доказывания его виновности произошли, увы, человека нужно отпускать. И с этим, к сожалению, приходится мириться, потому что вот такой у нас закон. И допускаются ли эти нарушения на начальном этапе умышленно, либо по той тупости, о которой я вам говорю, я не знаю, что чаще. А где грань? Между тупостью и умышленного сокрытия? Грани нет. Столько времени, сколько институты выпускают этих студентов совершенно неподготовленных. Столько времени, сколько у нас, как грибы, после дождя появились эти частные, разного рода непонятные университеты. Столько времени, сколько даже в государственном образовании преобладает частный характер, и он носит такую коррупционную окраску. Мы не можем говорить о специалистах. Более того, выходят хорошие специалисты, а какое их ждет будущее в стране, где человек, окончивший с красным дипломом, ну как по-старому, институт, он не может устроиться на работу, потому что она занята чьей-то дочерью, чьим-то сыном. Судьи начали уже просто передавать по наследству свои кресла. В судебную систему проникают, просто проникают, как через щели. Дети, ребята, угодные системе люди. И система стала это поощрять. Вот вы понимаете, система. Вот вы сейчас задели высшее образование, получаемое юристами, которые юристы на Западе, когда у нас ссылаются уже на Запад, любят технику. Сколько ассистентам входит адвоката для того, чтобы получить адвокатскую лицензию, тот юрист, который даст фору нашим всем здесь, да? Как ординатор при медицинском образовании, получения медицинского. Там нужно достичь определенного жизненного опыта, определенного от опыта работы с делами, потому что подготовительный процесс для адвоката происходит. У нас это сокращено до минимума. До минимума, абсолютно. Теперь, факты. Что была Российская империя здесь? Что Румыния? На всю Молдавию находилось три судьи. Четыре адвоката. Которые попеременно работали за деньги клиента. Или представляли государственную помощь, которую ему платило государство. Что будь то Румыния, что Российская империя. Вопрос интересный. Да, населения было мало. Но извините, но и количество было, и качество было. И вот здесь о работе судов, да, земских, допустим, как при Российской империи называлось. Она же была традиционной. Что такое традиционная работа земского суда? Подавала спрошения, жалобы. Адвокат рассматривал вопрос. Выносил судейским. Те давали две недели рассмотрения. При котором решение, как прецедентное право в Америке, было принято один раз и навсегда. Вы знаете, в данном случае существуют большие риски. То есть тот, кто принимает решение, руководствуясь понятием, что он принимает его раз и навсегда, возлагает на себя огромнейшую ответственность, что его решение должно быть единственно правильным. Но право жалоб существовало на решение сюда тоже. Право решения и, так скажем, тот факт, что даже не находилось желающего его оспаривать, означало... Согласие сторон. Согласие сторон и означало, ну, правдоподобность, что ли, судебная система, ее кредибельность. Да я, понимаете, капиталист, буржуазия, плохая царская власть, кто королевская, румынская. И тут смотришь, крестьянин какой-то непонятный подает на того, кто более богаче, по идее, тот должен выиграть по нашей реальности сегодня. Ну, знаете, так мы будем долго ностальгировать. Не-не-не, я привожу факты, к чему должно прийти. И здесь мы переходим к более серьезным вещам, хотя это то, что мы начали вести беседу, намного серьезнее, чем все остальное, что сейчас есть. Как вы считаете, незаконно осужденных в Молдавии, при том количестве, находящихся в местах лишения свободы, в каком процентном отношении, как вы думаете? Больше 60. На мой взгляд, больше 60 процентов отбывающих сегодня наказание отбывают его незаконно. Отбывают его по приговору, по которому были нарушены его права на защиту. Не были заслушаны необходимые доводы в пользу человека, то есть, вот это есть часть нарушения на защиту. Не были использованы все доступы кассационного производства, это очень часто халатность адвокатов в данном случае. И, конечно же, вот этот низкий нравственный порог и определенная неподготовленность судей позволила прокурорам проталкивать через трехступенчатую систему очень быстро свои версии, которые подчас не просто не обоснованы, совершенно незаконны. И вот так вот родилось поле, поприще для произвола. То, что сейчас происходит в нашей судебной системе, это полнейший произвол. Я на самом деле утверждаю, что 60, может быть, и более процентов осужденных... Это громадный процент. Такого нет нигде в мире. Наверное, нет. Нет, может быть, есть каких-то странах, с которыми нам бы не хотелось... Которые мы просто не знаем. Или мы не знаем, или... Их название, да? Мы очень хотим с ними сравниваться. А в стране, которая на карте мира, в общем-то, в Европе... У нас есть уже очень горькие прецеденты. Дел, когда приговор постановляли без наличия самого дела на столе. Оно, допустим, было отправлено по узкой жалобе на рассмотрение в кассационную инстанцию. Оно не успело вернуться, поступил приказ, и Чака приговорили, несмотря на то, что судья, который выносил приговор, не имел дела. Можете представить, как можно приговорить Чака, не имея дела? И судья понес ответственность? И судья не понес никакую ответственность, потому что это дело, конечно, было заказное. Я не буду сейчас называть имен, хотя, если вам интересно, я могу сказать, о ком идет речь, и назвать даже имя судьи. До сих пор никто не понес никакой ответственности. Не надо мне фамилии судья, потому что это сплошь до рядом, судя по тому, что вы говорите, и судя, дорогие телезрители, что видим мы в жизни. Ведь резонансные преступления совершенные, они не раскрыты по сей день. Где вы подтвердили знания наших прокуроров и следственных органов своей работы. Просто нижайший уровень, просто преступно низкий уровень наших органов. И сегодня они нашли себе нишу. Понимаете, очень легко свою профессиональную несостоятельность скрыть за тем, что ты кому-то нужен. И вот он непроходимо туп, он не хочет развиваться, он не раскрыл ни одного дела за свою карьеру, допустим, недолго, два-три года, и вдруг ему попадается счастливый билет. Ему приходит дело, где существует политический, либо финансовый интерес. Чаще всего политический. Он выполняет, не глядя заказ. Ему несложно это делать, потому что, возвращаясь к тому, что я сказала, он непроходимо туп. А раз он туп, он не может быть нравственным, он не может быть моралистом. Он выполняет этот заказ, и после этого его карьера просто быстро движется наверх. И вы представляете, вот тот, о котором я говорю, человек Х, непроходимо тупой, не раскрывший ни одного преступления, ничего полезного для общества не сделавший, просто кушавший ежемесячно зарплату, которая составляется из наших налогов, в один прекрасный день тянет счастливый билет и угождает определенному олигарху, посадив невиновного человека, и после этого идет по карьерной лестнице. Затем он становится начальником. Что вы думаете, будет делать он? Он, думаете, за такую карьеру поумнел? Нет. Он получил подтверждение, что он не просто не наказан за свою тупость и несостоятельность, он поощрен за то, что выполнил заказ. Дальше он будет окружать себя такими же. Потому что умный человек, который скажет, да не можешь ты мне быть начальником, потому что ты издаешь идиотские приказы, ему не нужен. Он окружает себя такими же. Соответственно, вот получается такая сотая небольшая. Он начинает разрастаться, он себя окружает такими же прототипами, чуть помоложе, чуть несостоятельней, начинает их поднимать, взращивать, делать их своими заместителями, самим ее дальше, 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 дальше. Вот это сегодня, пускай они не обижаются и принимают правду, система нашей прокуратуры. Так выглядит сегодня генеральная прокуратура, и так выглядит сегодня секторальная прокуратура. Я вспоминаю 2009 год, просто перечеркнувший разве навсегда наше понимание у законности или какие-то надежды на всех тех, которые на своих горбах привели к власти новую силу, демократизация, те процессы, которые мы ожидали, впереди европейское будущее. Все вот эти вот надежды, революция, связанные с революцией 2009 года, уголовные дела, коридоры смерти, незаконные пытки, незаконные уголовные преследования невиновных людей. И у истоков всех вот этих безобразий стоят конкретные люди. Прокуроры, судьи. Из них никто не понес наказание. Более того, каждый из прокуроров, который отметился, конечно, в кавычках, перед той властью, был передан по наследству новой власти, потому что мы прекрасно понимаем, что из Воронинского клана в новую власть перетекли практически все те, которые сегодня устроились со стороной вот этот беспредел, который творится. Как и из-под Воронинского крыла перетек Плохотнюк, и сегодня он стал тем монстром, в который он превратился, также из-под Воронинского крыла перетекли очень многие другие прислуживающие тому режиму люди. Они нашли себя в новой системе координат европейского толка, демократического толка. А, европейского. Ну да, это, конечно, я прошу усмотреть иронию в моих словах и нужные кавычки. И они стали делать то же самое. И что делать за обществом, которое не просто конкретному человеку, а я говорю сейчас не об одном, десяткам, тысячам людей, которые не просто не получили, даже не могу назвать это сатисфакцией, не получили законного удовлетворения касательно наказания своего палача, а не видят своего палача начальником, над еще десятком возросших за эти 6 лет новых палачей. Это пример того же самого Игоря Попы, прокурора, который сегодня возглавляет муниципальную прокуратуру, городскую прокуратуру, о котором, кстати говоря, говорил бывший прокурор города Иван Дяков. Он четко указал, что, допустим, даже по делу Петренко, сегодня это злободневное дело, я считаю возможным высказываться о деле Григория Петренко, как о своеобразной лакмусовой бумажке, проверочной, которая показывает, как обстоят дела в нашей юстиции, что такое политический заказ, какие последствия у политического, олигархического и прочего влияния над судебной системой. В деле Григория Петренко существуют прямые доказательства того, что оно начиналось под политическим давлением. Делал это тот прокурор, с чьим именем связаны дела 7 апреля. Давайте мы после рекламной паузы перейдем к тем серьезным вопросам, которые на сегодняшний день, хотя все вопросы были серьезные, на сегодняшний день беспокоят часть общества. Рекламная пауза. И затем мы продолжаем наш интересный разговор. Закончилась рекламная пауза. Мы продолжаем интереснейшую беседу с интереснейшим собеседником. У меня в гостях Анна Урсаки. Это наш знаменитый адвокат, который защищает всех обиженных властью. Но борьба с ветряными мельницами дает результаты, пока что воздействующие только на часть общества, которое вас поддерживает именно. Но никак на суды, которые не могут никак решить, кто виновен, а кто нет. Мы коснулись дела Петренко. И группы товарищей, которые смертельно нарушили закон тем, что попытались приковать себя к дверям Генеральной прокуратуры. Этим нанесли обиду Генеральному прокурору, который сам себя избрал. Вот это самое интересное. Я не буду вдаваться в портрет психологический Григория Петренко. Он был здесь у меня в студии. Мы с ним до ареста, конечно, беседовали. Я надеюсь, в скором времени он придет еще в вашу студию. Но, поймите, он пошел против государственной системы не просто пошел. Он ее унизил тем, что, будучи депутатом ПАСЕ, находился в самовозглашенной на территории Украины, правильно, территории. Ой, ну перестаньте. Это спекуляции, уровни опублики, это какие-то плохотниковские выдумки, с которыми у него уже... Что, что выдумки? Ну, я надеюсь, вы не будете сейчас рассказать про Донбасс и про все остальное. Ну, я же говорил, как он оттуда давал интервью. Ну, хорошо. Григорий в то время был наблюдателем. Он был наблюдателем от ПАСЕ в Донбассе. У него была официальная миссия там. Вы знаете, я не знаю, был ли он наблюдателем ПАСЕ. Я вам говорю. Я знаю, что власть, государство, которое не поддерживает тот курс, который поддерживает пророссийское направление. Понимаете, в чем дело? Я акцентирую факт. Да, Плохотнюковская, Филатовская, Поповская и так далее, так далее. Трактование врагов у нас находится на уровне «ага». И это «ага» всегда играет основную роль. Я просто перечислил одного из тех фактов, который был там наверху, где решался вопрос об аресте группы товарищей, да? При котором факты были и те. Вы понимаете, в чем дело? Я понимаю, в чем дело. Я вас, наверное, разочарую. Но дела обстоят немного прозаичнее. К сожалению, основанием для ареста Григория послужила личная обида Владимира Плохотнюка. Все тут гораздо проще. И 2015 год нам запомнился тем, что это год, когда народ вышел на улицу. Это год, который был просто обозначен протестами, проходящими чуть ли не каждый месяц. На площади Великого национального собрания, в других местах появились протестующие из абсолютно разных слоев населения, из разных политических векторов. Протестовали одновременно Григорий Петренко и Серджио Макану, допустим. Протестовали потом уже молодежь из платформы «Да», в то же время протестовали социалисты, потом протестовала партия Рената Усатова. Страна просто всколыхнулась. И основанием для протестов я не буду сейчас говорить о политической составляющей тех или иных лидеров, которые влекли за собой людей. А зачем нам? Основа выхода людей на улицу стала бедность, голод, тарифы. Квартплата, которая уже в несколько раз превысила наши зарплаты. Я уже не говорю про пенсии наших стариков, я уже не говорю про инвалидные пособия для людей, которые только на них и живут. И вот виновником повышения тарифов. Человеком, который прямо уселся на газопровод. Либо на электрические провода. Я бы хотела увидеть Плохотнюк, висящего на электрических проводах. Но вы опять Плохотнюк Плохотнюк. Нет, ну потому что я о нем сейчас буду говорить. Давайте лучше о суде поговорим. Как о человеке. О суде. О суде мы поговорим буквально через минуту, когда я закончу мысль. Дело в том, что Плохотнюк это человек, против которого вышел Григорий Петренко с конкретными обвинениями. Потому что в нашей среде, в среде юристов, уважается слово, дело, бумага. Вот такой принцип. Бумаги. Где были бумаги, когда он вышел? Григорий Петренко вышел с конкретными выкладками по тому, как потребителя конечного обманывает Молдова-Газ, как конечного потребителя обманывает Финоза. И что делает, либо не делает в этом плане НАРЭ, Национальное агентство по регламентированию энергетики. Это были первые протесты, которые били точечно. Это были единственные, вернее, первые протесты за 2015 год, где не было выкриков в ЖОС, что-то там эфемерное, вроде Альянса, допустим, или ЖОС там, мафия, или ЖОС, не знаю, там, что-то очень общее. Григорий Петренко вышел против конкретных людей, назвал в НАРЭ 1, 2, 3, 4, который повинен в этом, в том, участник схемы по отношению к плохотнику, вот отмывание, вот конкретные моменты. Это вызвало доверие со стороны людей. И несмотря на то, что ввиду очень сильной поляризации в обществе по языковому, политическому, геополитическому принципу, может быть, у Григория не было на тот момент, в этих первых протестах, очень много соратников, однако призыв, который он делал, был единственно правильный, потому что он точечно бил. И вот это вот точечное, оно больше всего раздражало. Затем протесты Григория кульминировали городком Свободы, который был разложен у особняка Плохотнюка на улице Болгарской. И это было уже последней каплей. Именно этот протест, этот городок Свободы, недельное нахождение протестующих в палатках напротив дома олигарха, для того, чтобы показать, что вот здесь живет тот, из-за которого происходит это, это, это и это, доказано в нашей стране, послужило основанием для того, чтобы Владимир Плохотнюк объявил Григория Петренко своим врагом. Личным врагом. Поэтому существует доказательство. Доказательства пока нет. Нет, этого существует доказательство, есть люди, которые слышали, как он лично угрожал. А-а-а. Это доказательство. Слышать не фиксация факта. Ну, фиксация факта происходит, когда эти люди дают показания. И поверьте мне, такие процессы мной возбуждены. Григорий совершил главную ошибку, найдя себе врага в этой стране. Он забыл свое депутатство, при котором газ у нас стоил 375 долларов козечному потребителю. Так, для начала. При том, что Газпром и пакет контрольный, который был продан Газпрому, курировал его прямой начальник, господин Воронин. И так же выставлялись на Газпроме, где цены у нас отталкивались. Тоже. Здесь спор. Не вводи ворота. Здесь спор идет о другом. Я поняла. На чем основываются факты его ареста. Там присутствовал при аресте, помните, во всех каналах. Подконтрольных, подконтрольных оружие, боеприпасы. В деле, Григорий, этого ничего нет. Хотя они пытались. Они пытались. Есть они в деле это? Это оружие? Нет. Потому что, вы знаете, как у нас делают вот такими буквами враг народа, а опровержение идет через микроскоп и не видно. Ну, наверное, о деле Григория Петренко сегодня мы уже так говорить не можем. Потому что в деле Григория Петренко не просто опровержение, а мощнейшее опровержение идет. Более того, уже параллельно с опровержением мы работаем обвинительным уклоном по отношению к тем, кто изначально нарушили закон. При аресте этих людей, при фабрикации дела. Также и при ложном преподнесении событий этого дела. Кто фальсифицировал это дело? Прокуроры. Вы начали говорить господин Попа. Да, я начала говорить, это, кстати, сказала впервые не я, а сказал Иван Дьяков о том, что он... Это в своем знаменитом интервью? Это в своем знаменитом интервью он, по-моему, в Интерполе... Он там, да, в Интерполе подтвердил все. Какой-то из передачи на каких-то телеканалах участвовал. Но дело даже не в этом. Дело в том, что господин Дьяков по неизвестной мне причине вдруг стал очень смелым и открыл глаза людям на то, что мы уже все давно знали и на что у нас, конечно, были даже более прямые и более простые доказательства. С именем Игоря Попа связаны дела по 7 апреля, потому что... Вот вы напомнили про то, что в бытность Григория депутатом Воронин вытворял тот же самый беспредел, который сегодня вытворяет, допустим, Плохотнюк и вот эта вся его свита. Так я вам скажу, что прокуроры, прислуживающие Воронину... Ну, вы повторяетесь, но мы уточним. Всегда наши прокуроры при любой власти будут служить власти. Нет, дело в том, что есть еще одна особенность. Еще какая-то особенность. Да, еще одна особенность. С именем прокуроров, которые прислуживали Владимиру Воронину, ну, скажем, в негативном плане, связаны сфальсифицированные дела по 285-й статье. Это статья о массовых беспорядках. Тогда, в 2009 году, ее вменяли кому ни попадя, и, конечно же, вменяли ее невиновным людям, для того, чтобы просто клан Воронина удачно поборолся с теми или иными неугодными им лицами. Значит, все повторяется. И история повторилась, конечно, потому что та же 285-я статья, те же самые массовые беспорядки абсолютно без никакой причины и без никакого основания юридического были вменены тому же Григорию Петренко после протеста 6 сентября. Потому что протест 6 сентября не несет в себе абсолютно никакой преступной составляющей. Более того, в этом протесте кроется ряд таких основополагающих конституционных норм, которые должны соблюдаться и всегда соблюдаются. Это право на свободу слова, это право на политическое собрание, это право на протест, на выражение своего мнения и так далее. И доступ к информации. Нет, право на доступ к информации сегодня нашего с вами зрителя, которого мы, я уже думаю, ничем не удивляем, но, может быть, как-то правильнее информируем о том, что на самом деле происходит. Как раз события 2009 года, вот знаете, почему у меня улыбка? Потому что я помню, как выступали все лидеры сейчас партии, которые демократического толка, да? А тогда они были ярыми коммунистами, да? Там господин Лопо, господин Дадон, госпожа Зинаида Гречаная. Выступление-то было о жестких методах. И вот тут-то я смотрю, знаете, ребята, ну сколько можно мимикрировать здесь политики? Вы подаете плохой пример народу, да, народу, всему народу, а именно молодежи. Вы их учите жить лицемерии, в лицемерии, в... Да, это эмоционально как-то было сказано, но я иначе сказать не могу. Вы понимаете, это все видно. А мне дико, почему, как люди, воспитанные на одной идеологии, за несколько недель становятся проводниками правды, свобод, информации и правосудия. Вы сказали мимикрировать. Вы подразумевали процесс, который происходит, так скажем, в природе, в биологии. Да, у нас и в политике. На самом деле в политике это мимикрирование имеет немножко другое название. Да, это просто продажа или купля-продажа своих нравственных ценностей, политических убеждений, всего прочего, ради новой должности, ради карьерного роста или вследствие подкупа, шантажа, взятия на испуг, открытия каких-то уголовных дел. Вот что происходит в нашей политике. Для того, чтобы удачно развернуть, так скажем, рынок по купле-продаже политиков, по купле-продаже их душ, умов, мировоззрений, для того, чтобы за одну ночь или две недели перекроить человека с одними политическими убеждениями и вырастить из него второго, ну, в частности, например, например, Марьяна Лупу, нужно обладать навыками купли-продажи людей. Небезозвестен нам, господин Плохотнюк, своим прошлым. Уже не я одна, уже вся страна. Я документов не видел. Если вы имеете в виду что-то, связанное с купле-продажей людей... Вы знаете, дело тут не в документах. Я искал. Опять же, в свидетельских показаниях очень многих людей. Однако для того, чтобы их цитировать, мне придется... Раскрыть их личность. Ну, нет, кроме того, что мне придется раскрыть их личность, наверное, некоторые из этих людей уже не боятся быть раскрытыми. Поверьте, где нужно, они эти показания уже оставляют, потому что, перед речь идет еще и о репутационных вопросах, не только о юридических. Есть определенные структуры, где личность Плохотнюка интересуется, и там эти люди это все рассказывают. ЦРУ, ФРБР... Ну, ЦРУ, ФРБР, пусть это звучит немного смешно... Не, ну, а что я могу сказать? Где независимые есть службы, которые могут что-либо расследовать? Речь идет не только об уголовном расследовании, хотя, конечно, оно самое важное. Речь идет еще о том, что репутационное расследование тоже ведется в тех структурах, где Плохотнюк уже становится, мягко говоря, не рукопожатным. Понимаете? И вот такого уровня свидетельства людей, которые помнят его тем, кем он был, уже существует, поверьте мне. А почему не афишируются? Ну почему как? Потому что он старый, у него шесть телеканалов. Как оно может афишироваться? Нет, подождите. Я по всем средствам массовой информации ходил. Которые больше, чем 60% контролируют он. Не телевидение. И пресса, блогеры... Социальные сети, интернет не видел я. Ну что вы. В социальные сети я утомлю зрителей. Вы поймите, я не сторонник того или иного олигарха. Нет, я понимаю прекрасно. Просто мне интересно, я хочу почитать. Я не видел документов, прямо вам скажу, за Филата. Ну, я даже не думала, если мы сейчас должны говорить за Филатик. Я видел только документы, доклад Крол, при котором не устану повторять. Деньги, которые были перечислены 25-го, 6-го ноября, были фирмы, принадлежащие господину Шору. Который находится на свободе, купив за те деньги себе маленький, небольшой, очень красивый городок Аргеев. При котором каждую неделю я в соцсетях читаю, как развивается Аргеев. Как беременная, допустим, его жена. Как растут его дети. Какие праздники он делает. Великолепно. А все это происходит почему? Потому что пресса не свободна. Потому что идет интоксикация потребителя, читателя, слушателя, зрителя. Учитывая то, что... Значит, у нас перестали люди думать. Люди перестали думать. А кто им позволяет свободно думать? А из тех свободно думающих сделали инакомыслящих. А с инакомыслящими в нашей стране происходит то, что происходит с Григорием Петренко. И это ожидает очень многих из тех, кто сегодня решили открыто бросить вызов. А кто открыто бросает вызов? Ну, как кто открыто бросает вызов? Сегодня есть лидеры протестов. Люди, которые сделали в любом случае больше, чем сделано было за все эти годы, пока вот в нас росла эта протестная волна. Выход наружу нашелся в гражданском самосознании, но и в умении это гражданское самосознание направить в протестное русло. У нас существуют лидеры. Нравятся они нам, не нравятся они кому-то. Существуют люди, которые открыли рот и сказали против того иного. И все-таки, поверьте мне, существуют доказательства. Вы знаете, есть адресные удары, есть незаконные действия. Допустим, генерального прокурора, шефа антикоррупции, при котором коррупция только разрастается, при этом борьба с какими-то там взяточниками на уровне мешочников, да, ну, она идет активно. И официруется всеми подконтрольными средствами массовой информации. Почему? Вот я в редких случаях согласен, допустим, с господином Ренатом Улсатом. Не согласен. Но он когда сказал, нужно бить адресно, ведь уже, как злодей-плохотнюк, он уже расплывается. Вы понимаете? Потому что одни и те же требования. Но при этом забывается напрочь незаконное действие каких-то чиновников, которые опять пришли во власть. Да, но пришли они к нему. Которые выставляются, опять же, спасителями нашей страны. Какие они спасители? Нет, ну что, все те, которые сегодня пришли во власть, отождествили себя плохотнюком. Потому что иначе нельзя объяснить. Вот сегодня, я не знаю, если вы видели, я воспользуюсь минуточку коронавирующей передачи. Сегодняшнюю нашу пресс-конференцию с господином Петковым, она проходила в 11 часов в инфотаге. Мы говорили о полиции, мы говорили о страшных вещах, которые происходят в публичных местах. Мы говорили о нарушениях элементарных правил безопасности при соприкосновении отрядов специального назначения и мирного населения. Мы говорили о неправильном, вернее, о преступном применении оружия, спецсредств, о том, что автоматчики находились в закрытом помещении. Не имеют права. Конечно, не имеют права. Мы говорили обо всем этом, в ключе того, что каждый из полицейских, принимающий присягу и поступающий на работу, знает эти законы наизусть. И он подписывается по знаниям этих законов. Поэтому, не то что версия, правда, которую сегодня рассказал господин Петков, я поддерживаю ее, о том, что в ряды полиции, в ряды тех батальонов специального назначения, которые выходят сегодня на погашение протеста и волны, внедрены люди из частных структур, вот это вот уже становится, на самом деле, пугающим. Я вам хочу сказать, что даже на протестах, связанных с Григорием Петренко, я имею в виду протесты людей, которые приходят поддержать его во время судов, или даже при его экскорте в суд, из зала суда, люди, которые в масках, касках, бронежилетах, и совсем непонятно, зачем по 20 автоматчиков присутствуют в зале, когда происходит обычный нормальный процесс судебного производства, значит, из них определенная часть не имеют ни шеврона на руке, ни какого-то опознавательного знака. Есть ведомственные документы, которые запрещают носимое оружие, длинноствольное, в данном случае автоматическое, находиться, оно должно быть как длинноствольное, пистолет, и пуля должна быть очень мягкая, потому что, возможно, рикошет от применения этих же автоматического оружия может убить, повредить, нанести травмы людям, которые не имеют какого-то опознавательства. А вы знаете, что на процессе Григория... Нет, это внутренний документ, они обязаны выполнять, пистолет должен быть. Конечно, и вот теперь у меня вопрос, если даже мы с вами, гражданские лица, ну хорошо, у нас какой-то степень осведомленности, допустим, существует, но ведь если любое гражданское лицо понимает, что нельзя в суде быть с открытым, длинноствольным, более того, автоматическим оружием. Замкуты помещают запрещено, не запрещено замкуты помещают. Если даже люди, мы гражданские это понимаем, следует ли отсюда сделать вывод, что полицейские, которые приняли присягу и являются при исполнении своих должностных обязанностей, это знают на зубок? Вы ведь согласитесь, конечно, да. Это внутренний документ, который нельзя нарушать? И в случае, если этот внутренний документ нарушается, следует ли допустить мысль, что там есть инфильтрированные, из частных структур, люди, которые скрываются с этими масками и делают этот беспредел? Когда ребята сели, там начали кричать, когда эти с оружием, представляете, не дай бог, предохранитель уходит вниз, да, а может быть злонамеренно, да, предохранитель, происходит выстрел, вот там было человек 30, эта пуля будет летать по всем. Я вам хочу сказать... Как стрелок говорю, это я знаю. Я вам хочу сказать, что от этого, не дай бог, вернее, к этому, не дай бог, мы на процессе Григория Петренко уже были близки дважды. Первый раз этот случай произошел 18 января. Да не может быть. Да, я вам говорю, абсолютно ответственно это. 18 января 2016 года на одном из процессов по делу Григория Петренко в зале находилось, ну, чтобы не соврать, больше 15 автоматчиков с закрытыми лицами, с этими касками. С автоматами, конечно. Конечно, и поскольку свидетелей, адвокатов, прокуроров, родственников, просто частной публики, наблюдателей от АБСЕ, от иных иностранных дипломатических миссий, в общем, в зале забивается очень много народу. Условия для работы, конечно, жуткие. Духота постоянная, серьезный такой напряженный эмоциональный фон, в общем, процессы проходят очень тяжело. И вот в один такой день, это было 18 января, в момент, когда мы в этих тяжелых условиях работаем, мы слышим грохот и понимаем, что один из этих полицейских упал, он потерял сознание. Ну, стало плохо, потому что вот это он закован, и он упал. Теперь давайте на секундочку представим то, о чем говорили вы сейчас. Что падая, падая, то есть никто не имел никакого умысла действовать против людей. Но он упал. Спрашивается, как допустили этот риск, чтобы человек, вообще, что он там делал? Что делал человек, закованный полностью в броню, с автоматом наперевес, на мирном, гражданском, открытом, публичном процессе? Жути нагонял. Жути нагонял. И интернет уже полностью облетела фотография, которую сделала я в процессе тоже, кстати говоря, вот в этих числах, потому что у нас 18, 19, 20, 3 или 4 дня подряд шли эти процессы. На одном, каждый из этих дней начинался с получасовой ругани моей и других защитников, судьями, с требованиями убрать из зала вот этих непонятных лиц. Потому что ни для охраны, ни для чего другого они непригодны. Более того, людей, которые находятся под следствием и которые содержатся в департаменте, ну, то есть под гидой департамента бензинских учреждений, должна охранять Пантера. Либо вот специальная служба, специальная служба конвоя. Что делает МВД? Я на секундочку приоткрою еще одну скобочку. МВД в данном деле являются потерпевшими. Правда ведь? Ну, конечно. Семеро полицейских заявили, что у них, извините, на, можно сказать, задница, да? Ну, ну, что, задница, она и задница. Ну, значит, на вот том, что оно и есть, появилось пару синяков. И офицеры, принявшие присягу и поклявшиеся согласно присяге отдать жизнь, если что, за свою родину, так низко пали до принятия на себя роли потерпевшего из-за одного, извините, синяка, на вот этой самой заднице. Понимаете? И эти люди, заинтересованные люди, как часть МВД, являются теми же людьми, которые привозят и обеспечивают безопасность в зале подсудимых, которых они же обвиняют. Звучит? Звучит. Так вот, несмотря на то, что МВД не может ни по каким, в данном случае, опять я затронула немножко нравственную сторону, ни по каким показателям находиться в нашем процессе, они там находятся в жутчайшем количестве и с этим автоматами наперевес. И вот, возвращаясь к 18-му часу, мы просим судей. Вы указали на это? Ну, конечно, указали. Каждый раз, я же говорю, мы теряем полчаса, либо час. И суд не ведет? Суд высказался, говорит, а нас они не беспокоят. А, их не беспокоят? Да, судей. А можно было там дописать судей? Пуля, она же не разбирает, судья это или обычный человек. Ну, я надеюсь, нашу с вами передачу смотрят и судьи. Вы знаете, я надеюсь, тоже что смотрят, но не очень-то любят мои беседы. Так вот, про фотографию, которую я опубликовала в Фейсбеке, она просто облетела интернет. Более того, скажу вам, что эта фотография отправлена в специальном рапорте наряду с другими фотографиями и ссылками на видео, которые мы делаем, во все европейские структуры, в том числе в Комитет по превозвращению пыток и в нужные структуры при ООН, в Эмнисе Интернешнл и прочие другие. Значит, есть такая любопытная фотография. Я, значит, в кадре Григория Петренко, а наряду с его щекой автомат, окончание дула, ну, там, откуда вылетает пуля, чуть-чуть дальше его носа. Я снимаю, фотографирую это дело, потому что вот этот самый автомат с окончанием дула, откуда вылетает пуля, находится не только, так скажем, параллельно носу Петренко, но и параллельно моему лицу, потому что Петренко в зале сидит рядом со мной для того, чтобы общаться. И нам приходится общаться. Это раскроется как давление. И нам приходится общаться, условно говоря, подбородками на этом автомате. Я хочу, чтобы вы представили эту ситуацию. Я бы представил. Я это знаю, что чувствуешь, когда это происходит. Не, 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 я говорю открыто. Меня многие знают в Кишиневе и в Молгарии. Чтобы эта, так скажем, тяжелая и гнетущая эмоциональная обстановка никоим образом не умаляла моих профессиональных навыков и не мешала мне работать. Старается Григорий Петренко не поддаваться на вот эти провокации, не чувствовать себя униженным, в конце концов, и работать, сконцентрироваться на своей защите. Нам это удается. Но ведь речь идет не только о нас, как нам это удается, а о том, как выглядит, во что превратили судебный процесс. Ну, давайте сейчас вот мы сузим нашу страну до судебного процесса, потому что, еще раз повторяю, дело Григория Петренко, да, это судьбы людей. Судьбы людей. Понимаете, в чем дело? Вот мы сужать не можем. Когда мы сужаем тему, а это тема именно на всю страну, потому что у нас суд не только у Петренко. У нас есть куча примеров, где это происходит постоянно. Вы понимаете, в чем дело? Конвойники в таком количестве броня и автомата в зале не происходят постоянно, слава богу. Это дело, это вот какой-то фетиш Плохотнюка только в деле Петренко. Я говорю на счет того, как трактуется закон по отношению к людям. Вы же сами сказали, 60% незаконно осужденных находятся в местах заключения. Нет, бесспорно, конечно же, вы просто, мы перескакиваем очень быстро. Я чуть-чуть, дети перескакивают, я хочу просто расширить. Почему? Потому что нас смотрят, да, дело Петренко на сегодняшний день. Это там, где вы участвуете, у вас еще есть дела? Ну, конечно, есть дела. Если мы их все будем обсуждать, мы поперем все равно. Да, и времени, как раз у нас заканчивается. Я к чему хочу сказать. Вот вы все указали. Скажите, пожалуйста, не будем основываться там Плохотнюк, Неплохотнюк. Скажите, вот этому режиму, который продолжается уже более 20 лет, деградация судебной системы, правоохранительной системы, это может измениться вследствие чему? Смена кадров, профессионального подхода к тому, что называется, выполнение должностных обязательств, повышение уровня благосостояния судей, прокуроров, полицейских, даже тех же адвокатов, социальной гарантии для этого. Ну и самое главное, работой, видимо, никогда мы не будем нравственность ставить во главу стола, когда мы голодные, бодранные, несчастные. Нет, ну это понятно. Видимо, благосостояние населения как-то будет, должно идти в пользу повышения его нравственности. Еще раз повторяю, что для того, чтобы оздоровить нашу судебную систему, прокурорскую систему, нужно, во-первых, наказать реально виновных. Я на секундочку коснусь этой инициативы министра юстиции. Он опубликовал недавно список из 37 судей, которых надо линчевать, по его мнению, потому что они проиграли энное количество дел в европейском суде. И вот это одна из, так скажем, частей шоковой терапии, которую предложила вот эта партия, которая принадлежит нашу министру юстиции. Ну, в общем, список абсолютно идиотский, потому что в нем дважды повторяется, допустим, одна фамилия одной суди, которая не так уже и замечена во всех этих европейских нарушениях. В списке существует судья, которая умерла уже года три назад. Я читала. И так далее и тому подобное. И в списке нет ни одного, я не говорю, что там они все хорошие в этом списке, там есть те, которые действительно заслуживают. Но ни одного из тех, кто были участниками рейдерских и так. Кто за своей подписью отправили просто в черную дыру миллионы бюджетных денег. Я уже не говорю про этот миллиард пресловутый. Миллионы других бюджетных денег. Ни одного, а мы поименно знаем этих судей. Кто составлял этот список? Кто авторы, почему к этому не привлекли общество? Да потому что общество это одно партия, которой принадлежит наш министру юстиции. То есть не наш вообще, министру юстиции. Это другое. И пока вот эта вот разобщенность будет существовать, в эту дыру будет падать все. Я спросил на ваш взгляд. Вы ответили. Я скажу так, заканчивая программу. Гуляя с женой, решив зайти в ресторан, мы следуем традиции. Я подхожу и спрашиваю гардеробщика или на входе стоящего, или администратора. А кто те люди, которые там гуляют? Он говорит, это полицейский. Я сразу беру жену за руку и ухожу из этого ресторана. Не соврал, не грамм. Так вот, когда я буду заходить в ресторан и спрашивать, кто это, группа лиц, мне будут говорить там полицейские. Я скажу, о, дорогая жена, зайдем в ресторан, посидим, поужинаем, пообедаем. Потому что здесь представители закона. А, как я мечтаю. Ну, вы знаете, я тоже мечтатель. И если мне в своей работе удастся хотя бы на один шаг приблизить вашу мечту, я сочту, что вот, ну, живу на свете не зря. И я на самом деле буду прикладывать для этого старания. Поверьте. Спасибо. Спасибо, скажем, Ане Урсаки, которая адвокат, правозащитник. Ну, и вообще она участвует во всех резонансных делах. Сколько энергии, сколько здоровья. Она у нас была в гостях, мы с ней поговорили. Надеюсь, я ничем не обидел. Разговор с вами, как всегда, был интересен. Поэтому я говорю, смотрите нашу программу, она всегда интересна, потому что у нас интересные гости. Спасибо, Анна. И вам спасибо, и уважаемым телезрителям за внимание тоже. До свидания, дорогие друзья. Смотрите нашу программу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!